Добрый день, дорогой фасач! Произошел вот такой конфуз, и звук я перезаписываю, наговариваю уже что-то по памяти. Уж извините, пожалуйста, за очередной такой не очень хороший организационный момент. Зато моделька получится у нас замечательная, и я надеюсь, вы хоть чему-нибудь интересному здесь научитесь. Давайте сразу поговорим о ресурсах. База у нас обычный примарис, который делает шаг вперед. Куча разнообразной проволоки. Вот я, например, показываю 0,5 мм, которая нужна мне для штифтов меча. Меч от Шторм Каста. Синенький пластик, взятый из стартера Шейдспайра нового. Немножко эпоксидки от Тами, которую я использую практически всегда. Хаосфариусский плащ. Проволока миллиметровая обычная. Куча разных битцов от Хаоситов, типа шлема, рога, обычные черепа, тамбов, ну и всякого помилочи. Разжатая рука, потому что, по идее, я буду туда впихивать ему ножны от меча, потому что он такой вытащил меч на голову и идет вперед кого-то резать, а во второй руке он просто держит ножны. Соответственно, наш листовой пластик, по-моему, 0,25 мм для того, чтобы сделать ремень и обычный миллиметровый листовой пластик белого цвета. Как же, блин, я по-дурацки башу мечом, точнее ножом. Надо вернуться в прошлое и дать себе по лицу, потому что самим собой работать крайне сложно. В общем, такие вот инструменты у нас будут использоваться. Там небольшой кусочек теста под мечом, это не тесто, это засох шатами, из-за этого я буду делать кольчужный табор ему на пояс. Ну и, в принципе, все. По ресурсам это, наверное, все, что я хочу сказать. Да, бутер я повешу на бэкпак через ремень перекину, ну, потому что так, мне кажется, будет более красиво, и плевать там на бэк, на всякие ваши магниты. Класс, я на это все хотел. Мне интереснее сделать просто красивую, интересную модель. Что ж, давайте перейдем сразу уже к работе. Начну я работу с обычной обработки грудной пластины, то бишь мы спиливаем аквилу, добавляем туда батл-дамаг от пилы меча или силового меча. Дырочки от лазганов, игл, ну и всякие пулевые такие отверстия. Ну и постепенно я это, как обычно, просто зачищаю напильником и шкуркой. Вы это видели уже много раз, на этом я долго акцентировать свое внимание не хочу. Берем теперь щиточки на ногах, черепок и звезду хаоса. Зачем мне нужна звезда хаоса? Во-первых, я стрелочки буду отрезать и приклеивать к броне. Во-вторых, мне нужен сейчас мой сержант. Смотрим. У сержанта на правой ноге череп в броне. Значит мы делаем для левой. Он у меня как шпаргалка. Вот для этой ноги мы сейчас будем делать черепок. Берем череп. Берем наши щипчики. И откусываем заднюю часть черепа. Конечно, он будет сопротивляться. Он всегда сопротивляется, блин. О, я часть пальца себе опять отрезал. Какая досада. Весь этот мусор я всегда собираю, потому что он мне пригодится для чего-нибудь. Зачищаем черепок. Ну и по стандартной процедуре я ускорю съемку, чтобы не сильно затягивать ваше время и не сильно удлинять ролик. Ну и в конце прокомментируем. Теперь я жду, когда оно схватится. Я это насадил. Черепок должен приклеиться. После я эпоксидочкой сделаю так, чтобы он чуть ровнее выглядел. Ну то есть поокругле сделаю он сам. Саму колено. Сам наколенник. Вот. И сделаю с ним то же самое, что я вам покажу сейчас. Возможно, я буду это делать уже за кадром. Мы сейчас берем и отрезаем все стрелки от звезды хаоса, вот от этой. И приклеиваем их вот сюда. После того, как оно все присохнет, я проведу кантик вот здесь из эпоксидки. И вот здесь сделаю небольшие уголки. Тоже из эпоксидки. Вот здесь и вот здесь. Возможно, даже чуть-чуть подточу стрелочки вот эти, чтобы они были чуть-чуть потоньше. И в целом у нас вот такая хаосическая нога получилась. Стрелка вверх, две стрелки вниз. Отрезаю остальные стрелки, потому что мне понадобится еще три вот на эту ногу. И мне понадобится вот этот череп для нашей тушки, которая уже подсохла, и мы сейчас интегрируем ее сюда. Вот и готова тушка нашего хаосита. Я сейчас приклею ему ноги, когда у меня присохнет вот эта часть. Вот. И мы с вами продолжим всячески его мучить. Снова я из настоящего возвращаюсь. И поскольку опять-таки весь звук зашакалился, давайте я вам расскажу, что в итоге тут должно было происходить. Я в итоге оставил кадры со сборкой ног для моего вот этого Примариса. Немножко поговорю про то, как я приклеиваю дошарака, а именно кольчужный таборт. То есть в чем вся суть. Я его примерил так, посмотрел, как он должен располагаться. И уже после того, как я приклею щиточки с обработанными черепочками, я буду приклеивать вот этот сам обработанный таборт, подогнанный под все углы и немножечко загнутый. После таборта, ног и всего остального я решил тогда заняться рукой с мечом, попримерял ее. В итоге там вышел занятный казус, что я со всеми замерами промахнулся, пересверлил, короче, накосячил конкретно со сверлом и стифтом. Но по итогу результатом я все равно доволен. И вот смотрите, какой классный меч у меня по итогу-то и получился. С этой рукой мы с вами сделаем что-нибудь потом. Как раз ножны начнем сейчас делать. Давайте замерим ширину нашего лезвия. Я уже все замеры сделал и сейчас расскажу вам как. Во-первых, я приложил лезвие. У нас получается лезвие 4 мм. Плюс вот эта часть украшения добавляет еще где-то по полмиллиметра сбоку. Итого, для того, чтобы в сферическом вакууме наш паренек нормально впихивал меч в ножны, у ножен должна быть ширина для лезвия 5,5 мм. Итого где-то 6 мм нам понадобится. После обработки напильником, гравером и другими вещами она как раз и будет где-то там 5,5-5,6 мм. Ровно то, что нам и нужно. После всех замеров я сейчас отрежу ее. Возьму вот это, то есть 0,75, чтобы толщина была достаточно хорошая. И уже склеим, сплавим и начнем обрабатывать, придавая нашим ножнам всяческой хаосичной красоты. Ну а так я ускоряю вам непосредственно видеопоказ. Наслаждайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я сделал заготовку под ножны. Обточил. Обгравировал. Она теперь гладенькая, ровненькая. Снова я из настоящего. Извини, что в очередной раз футажи пропали. Про ремни ничего толком рассказать не могу, кроме того, что просто это листовой пластик, нарезанный пластинками и изогнутый так, чтобы это было похоже на ремень. Сейчас я меняю положение пальца у руки, чтобы нормально сжимать ножны. После этого вас ждет эпизод со шлемом, где я примастыриваю рога. А после этого уже финал видео. Я понимаю, что получилось немножко скомканно, поэтому простите меня и наверстаем все это в будущих проектах. Вот наш замечательный шлем Спейсмарина. Вот наши рога. Я ничего не буду интересного придумать. Я просто отфигачу рога и приклею ему точно в такой же позе рога сюда. Не хочу больше ничего интересного делать в этом плане, потому что я уже поэкспериментировал. Мне не сильно это зашло. Да, получилось прикольно. Да, получилось достаточно пафосно. По-хорошему надо рога лепить с нуля. На этого делать не буду. Кстати, возможно, стоит вот эти рога просто отпилить и без вот этих держателей-одержателей, которые зажимают рога, стоит сделать самому. Давайте так и сделаем в этот раз. Как я рад, что я купил наконец-таки вот эту штуку. А мне очень много чего облегчает. Да. Ну, слушайте, получился вполне себе такой интересненький рогатый натурал. Очень даже классно. Немножечко вперед. Вот этот рог надо будет проделать. Сделаю замки для них, ну или крепление. Окантовка, в общем, украшение. И отлично такой ушастый рогатый натурал. Так, криворастущие рога. Это, конечно, не есть хорошо, но пускай будут. Надо было не на обычный клей, а на суперклей гель. Но я уже клею на этот, пускай приклеится на этот. И так, наконец, я закончил пятого парня в свой отряд. Вот он, полностью законченный мужик. С обсидиановым мечом. Да, что сделать клинок не остальное, а и синий-черный, или просто темно-синий. Попытался сделать необычный меч. Эффект мне нравится. Самый последний и, как по мне, самый классный с точки зрения техники. То есть, банально, я здесь довел до ума умение высветлять черный. Мне очень нравятся вот эти синевато-белые блики на черном. Просто секс. Всякие выебины научился делать. То есть, для меня, помимо того, что это отличная конверсия, это еще было испытание в обучении покраса. И я научился достаточно много чего делать. И мне очень нравится, как выглядит весь отряд. И сейчас вы его, соответственно, посмотрите. По поводу косяков. Тут у меня вышла небольшая заминка. Пришлось долепливать немного руку здесь, чтобы она нормально встала. Потому что я немножко пролюбил момент с плечом. И это косяк пришлось заделывать уже задним числом. То, что я здесь сделал выбойный, а здесь пришлось делать белые стрелки. Теперь это немножко выбивается из общей палитры. Но в остальном очень классный парень. Ножны переборщил. Я считаю, да, можно было их сделать тоньше в угоду эстетической красоты. Я посмотрел, как оно сделано, в принципе, на других моделях. Как у штормкастов оно сделано. Да, надо было сделать поменьше и чуть более рельефно. Но при всем при этом достаточно аутентично и очень классно, я считаю, выглядит. Возможно, сейчас небольшая проблема с Пересветом. Бэкпак с ремнем. Плевать, что вы скажете. Плевать, что скажут критики. Мне нравится сама композиция. То, что он тащит его у себя на спине. Отлично смотрится. Замечательно вышло. Просто еще один замечательный парень в отряде. Давайте теперь посмотрим на всех предыдущих. То есть вот он наш мечник встанет здесь. Где наш лидер? Самый первый. И, наверное, для меня самый косячный парень. Потому что я немножко продолбался с кистью. Высветления здесь у меня сделаны более блеклыми. Но все еще он смотрится эффектно. Обосрался с закачкой. Я ее приделал ему уже после покраса. И пришлось хорошенько так повозиться с этой дополнительной рукой. То, что у меня здесь черные тени на белом. Смотрится слишком контрастно. И слишком по-комиксному. Прикольно, здорово. Для первого раза считаю, конечно, здорово. Но надо было сделать так, как я сделал уже в будущем. Здесь еще видна моя неопытность в высветлении белого цвета. То есть вот, видите, какие здесь большие блики неправильные. Так делать не стоит. То же самое с черным. То есть видно, как я постепенно рос. Кривой хендмейт, от которого я в итоге отказался. В остальном, очень хороший парень. У него прям замечательный плащ, я считаю. Да, он был моим первым. Да, он вышел не совсем так, как я, наверное, хотел в будущем. Но для первого раза он был действительно офигенным. Самый большой косяк, конечно, у меня вот здесь. Вы видите, отвратительно слепленная шерсть. Как будто, блин, это не шерсть, а какая-то вата. Как будто валенок нацепил на себя. Для того момента, да, это было нормально, здорово. Но вы сравните с шерстью здесь, которую я долепливал. И вот здесь. Просто отвратительная шкура. Мне больше нравится вот этот вариант. Ну и... Да, он наш лидер отряда. Замечательный, с гривой такой. Прекрасный мужик, считаю. Для первого раза так уж точно он выглядит офигентно. Сейчас, конечно, у меня есть работа гораздо интереснее и гораздо лучше. Ну и с учетом того, что у него здесь нет атабарда, приклеивать его сюда уже бессмысленно. Хотя у всех остальных в отряде он есть. Будет грустным напоминанием. Плюс, для того, чтобы выделить его среди всех остальных, то что это именно сержант, у него цвета идут в обратном порядке. То есть у всех правая нога черная, левая белая, а у него наоборот белая черная. В остальном же, отличный мужик, простенькая конверсия, достаточно неплохой покрас, я считаю, для меня там полгода назад. Сейчас я, конечно же, уже вырос, потому что постоянно мучаюсь с ними. Мой фаворит и мой любимчик, наверное. Мой второй парень, на котором я испробовал вообще все будущие техники. Во-первых, мне он нравится из-за того, что у него на поясе висит шикарный меч. Такой же, как у всех остальных. Просто офигенный, классный клинок. Я обточил на нем впервые технику лепки шерсти. Как раз дополнительно, когда я ее восстанавливал из-под плаща. Обточил на нем технику выбой на оружие при помощи ножа, при помощи кистички, нагара. Вот, например, я тоже обточил технику. У него замечательный здесь нагар на оружие. То есть во всех отношениях это вот мой второй мальчик. И он, наверное, самый любимый. Ну, потому что я на него потратил больше всего времени, что ли, я не знаю. Он мне очень сильно импонирует из-за своего обилия идей, которые я на нем опробовал. Плюс сама поза. Ну, вот она максимально простая. То есть он стоит, в кого-то целится и стреляет. Но, коже, он классный. Я не могу описать своих чувств по отношению к нему. То есть он прям вот самый, наверное, любимый в отряде. Хотя вот все остальные безумно хороши. Я их безумно люблю. Но он все-таки у меня будет самым любимым в отряде. Я никак этого объяснить не могу. Единственное, здесь вот самая большая проблема, если вы помните, я вам рассказывал. Я лепил рога ему сам. И больше я этого делать не буду. Я лучше возьму рога от каких-нибудь других маров. Потому что они более рельефные. Эти рога немножко блекнут на их фоне. Хоть и не выбиваются из общей массы, я бы сказал. В остальном... Просто еще один классный парень. Сделаем так, чтобы было видно их всех хотя бы чуть-чуть. Мой самый, наверное, сложный опыт в конверсии этих дебилов. То есть мне пришлось подстраиваться под руку, которую я оторвал у сержанта. Потому что я хотел сержанту дать болтер с гранатометом. В итоге пришлось ему позу делать под гранатомет. Удлинять немного руку вот здесь. По-моему, вот тут я увеличивал. То ли кисть, то ли еще. Чтобы она не теребилась, а одноплечник. Позу переделывать приходилось делать очень эффектно. Я так думал. И приходилось вот тут мучиться ногами. Тут вот я продолбался. Сделал слишком много гофры. Да, типа в реальных условиях много гофры не было бы. А так, да, многовато гофры. Со шлемом я много возился. Со знаменем я долго возился. То есть в плане конверсии он у меня самый-самый долгий парень. В плане покраса, наверное, тоже. Потому что бэкпак занял гораздо больше времени из-за знамени. Потому что пришлось сделать вот этот череп гиганта. Двухцветным. Сделать на нем блики. Прокрасить так, чтобы это был действительно малальский череп. В котором видно всю преднадлежность к Малалу. Единственное, конечно, не приходилось красить болтер. Я просто сделал сюда царапинок, накрасил. И все вышло классно. Я ему, если вы помните, очень долго лепил нагрудник. И то есть по лепке, по конверсии, это действительно самый долгий парень из всего отряда. Ну и как подобает знаменосцу, он будет второй по главности в отряде после сержанта. Потому что знамя будет давать особые правила. И я думаю, следующий ролик будет как раз рассказом про правила, где будут фоточки этих парней на каком-нибудь офигенном террине в каком-нибудь клубе. Потому что по-другому я не смогу сделать свои дата-слейты. В общем, замечательный, прекрасный знаменосец нашего отряда. Офигенный. Классный сексуальный. И наш последний, солнышко-земли русское, как любит говорить, продюсер. Не самый последний, точнее не самый первый. Не самый лучший. Но очень значимый парень для нашего отряда. Потому что у него есть особая плазма. У него классный шлем, который я ему кастомно делал. Ну и в него я вложил сил не меньше, чем в остальных. Я экспериментировал с ножнами, сделанными из говна и палок. Я экспериментировал с ремешками из очень тонкого листового пластика. С ногой опять же экспериментировал. Вот здесь пришлось плащ разрезать, выгибать его при помощи кипятка. От зажигалки. И гнуть, чтобы нормально так держаться. Пропихивать сюда ножны, чтобы все было классно. В стальном очень замечательный парень. Ну да, как сказали, слишком толстая кольчуга получилась. Возможно, слишком большая. Но я уже говорил, что мне она напоминает Доширак издалека. А в остальном отличный парень. Особенно с учетом того, что я впервые красил плазму аэрографом. Для меня это прям вот 10 из 10, наверное, просто отличный, шикарный опыт. Классный парень. Ганер нашего отряда. Ну и в целом, вот так выглядит наш замечательный отряд. Со знаменосца в центре. Капитан. Знаменосец. Наш ганер с плазмочкой. И мечник. Отличные ребята. Мне безумно понравилось с ними работать. Но это завершает наше маленькое приключение в бездну конверсии или еще чего. Завершается мой второй крупный проект для ТФЕ. Я надеюсь, вам очень понравилось. Мы будем, конечно же, продолжать. Ну а сейчас вы видите их немножко с другого ракурса. А на этом я с вами прощаюсь. До следующих видео. Мы вернемся немножко к Эльдарам. А затем продолжим снова наших замечательных малолитов в большем количестве. Спасибо за просмотр. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok